чтобы у нас урок не получился очень длинным записью. Так, а теперь мы будем рисовать по взрослому. Мы попробовали, поиграли. Вариантов таких может быть много. Если у вас получится играть, обязательно делитесь. Правда, очень приятно, когда ты что-то делаешь для для всех. А вы делитесь и говорите, вот, а у меня получилось. Это лучшая награда, правда. То, что ты делаешь, не зря. Так, и у нас по плану олень. Опять же, такое же видео, где мы рисуем вот такую основу, уже есть в записи. Но мы с вами нарисуем от начала до конца. Смотрите, и олень, и сержант из тайн чаровозья, которую мы с Никой читаем захлёб. Сделаны по одной и той же вот этой схеме. И из этой схемы можно сделать взрослого, дядьку, серьёзного. Если мы ему расширим челюсть, сделаем квадратный подбородок, сделаем поменьше глаза, закроем больше зрачки, сделаем пошире брови, сделаем, ну, понятно, прическу, да? А вот здесь для олень мы укоротили сильно лицо. У маленького человечка, у ребёнка будет лицо просто короче. Как сделать подростку? Подростку более мягкие черты лица. Подросток, мальчик, у него будет, будут вот эти уголочки, но более сглаженные. Когда вы девочку рисуете, вот из него можно сделать девочку, вы просто сгладите, тут совсем не будет уголочков. Подбородок чуть-чуть укоротить, брови немножко тоньше сделать, и вот вам девочка. Поэтому очень удобная схема для того, чтобы тренироваться кого-то рисовать, вот разных персонажей, своих любимых. Может, у вас ещё есть какие-то книжки, а мы с вами приступим. И начнём опять же с этой самой схемы. Лишний раз повторить будет полезно. И первое, что мы с вами делаем, делим лист пополам. Хотите, берите линейку. Хотела вам ещё показать способ, потому что это просто ускорит процесс. Знаю, что ребятам сложно найти середину. Но для этого есть упражнение. Просто рисуете полосочки, делите на глаз пополам, а потом проверяете пальцами или карандашиком, проверяете, насколько у вас получилось разделить на две части, на три равные части. Вот так вот мы будем делить пополам. смотрите, как делить пополам, чтобы уж совсем точно. Вот это длина моего листа, ширина. Опс, сложила. И вот этот кусочек я делю пополам. Вот так я не напрягаюсь, не мучаясь, не на глаз, чтобы не искать, откладываю половинку здесь, откладываю половинку здесь. Когда мы рисуем человека, лицо, нам важны четкие координаты. И чтобы половинки были одинаковыми, точно так же мы можем разделить пополам и длину листа. Вот он у меня, весь лист. Я его просто складываю, соединяю кончики, нахожу середину, прикладываю в краю и через эти точки провожу опять же середину, чтобы у нас все с вами было четко. С ребятами на уроках такой вольности я себе не позволяю. Мы стараемся делать все на глаз. Но поскольку мы хотим сегодня успеть много, рисуем мы с вами не часто онлайн, вот так вот встречаемся просто так. Будем успевать. Так, успели? Хорошо, поехали дальше. Для того, чтобы нарисовать лицо человека, нам понадобится окружность. Обычно мы рисуем от руки. И вот, допустим, немножечко ниже вот этот крестик, это наша с вами мишень. Чуть ниже серединки мы с вами проведем линию на вот здесь это будет нижняя часть окружности и выше серединки. Вот тут у нас больше, здесь меньше расстояние, тут больше расстояние, ну, чтобы у нас тут на прическу осталось место. У меня есть чашка, вы можете воспользоваться какой-нибудь круглой, чем-нибудь круглым, да, вот у меня 9 сантиметров чашка, я могу на глаз это сделать, а вы можете постарайтесь, чтобы у вас эта окружность была одинаковая справа и слева, через вот эти точки пружин. Сначала можете просто поскользить, если вы рисуете от руки или просто обведите. Если бы я рисовала, видите, он у меня вот здесь неровный, я сначала подправлю, а потом сотру вот эту неровность. Не стирайте, прежде чем исправили, потому что вы потеряете, где у вас было неправильно и будете каждый раз искать это место. А так вы смотрите, смотрите, как себя проверить на глаз. Посмотрите вот эту фигурку и вот эту фигурку. Знаете, игра, на идее отличия. Если они одинаковые у вас, вот эта фигурка и вот эта фигурка, сравните их, они как в зеркале отражаться должны. Одинаковые по ширине. Ну и если хотите, можно проверить себя вот так. Обычно художники это делают карандашом. Вот так. Ставят кончик карандашка на серединку, пальцы на другом отрезочке и проверяем. Получилось? Если бы мы рисовали взрослое лицо, то вниз бы мы отложили чуть меньше половинки этого круга вот сюда. И вот здесь у нас был бы подбородок. Но мы сразу будем рисовать олень. У олень круглая личка, почти круглая и коротенькая, намного короче, чем у сержина. Вот смотрите, схема одна и олицо одно другое отличается. Поэтому мы небольшое расстояние оставим. Сколько таких кусочков уместится здесь? Давайте раз, два, три, четыре. Можно четыре кусочка оставить. Четыре кусочка. Можно как меньше четыре. И мы немножечко отрежем от этого круга, чтобы голова у нас была не шариком, а немножечко сплющенная по бокам. Потому что у человека так она сплющена. И опять проверим, чтобы вот это расстояние было одинаково. Здесь и здесь карандашиком или бумажкой. Так вам удобно. если бы я рисовала мальчика, то я вам заодно показываю. Вот он наш круг. Вот уже срезанные уголочки. Вот. И у мальчика я бы рисовала вот такие линии. Я бы не просто рисовала плавные линии, а уголочками. А вот у девочки, еще и маленькой, у меня будет все кругленько. Вот сюда закругляю, смотрите. Обращайте внимание вот на эту фигурку, чтобы у вас вот этот кусочек был похож на этот кусочек. Я себя тоже все время проверяю, потому что когда сижу немножечко сбоку от рисунка, рисунок для меня искажается. мне нужно вот так его поднять, чтобы глазки были вот так смотрели на него, не наклонно, потому что смотрите, как он искажается, когда смотрите на него. Поэтому рисунок нужно приподнимать и смотреть или рисовать, поэтому художники рисуют на мольберце, чтобы рисунок не искажался, или на планшете. Вот у меня планшет, люблю прозрачный, он тоненький, легкий и для многого полезен. А теперь проверяю, у меня похоже, я вижу, что не похоже. Вот эта часть, что-то тут не то. Или линию сделала, или крупный тот. Ну, в принципе, почти похоже. И вы проверите себя. Похоже, чтобы вот этот кусочек и вот этот кусочек были ознакомыми. Скорее всего, у меня окружность просто в этом месте не заходит. Но окружность нам не нужна, в этом месте будет рот. у нас немножко получилось. Что? Немножко поострее у нас получилось. Ну, поострее можно и закруглить. Это будет немножко... можно и так. Хорошо. Я вижу, сместилось немножко в сторону, мне кажется. Хотя нет, похоже. Проверяйте. Вы смотрите, вы можете посмотреть вот на эту фигуру. Вам никто не нужен для проверки, кроме вас самих. Смотрите, если вы будете смотреть на разные формы, которые у вас получаются внутри общего, на маленькие кусочки, сравнивайте как отдельные элементы, которые вы можете сравнить. Дальше. Вот это расстояние, вот отсюда до сюда, это вся величина головы, вот как будто это человек. Делим пополам. У меня эта линия будет где-то здесь. Да? Проверяю себя. А вот неправильно еще ниже. тихонечко нажимаем на карандаш, чтобы все можно было поправить. Вот сейчас точно. Вот это моя линия, на которую я как на ниточку сейчас буду нанизывать бусинки. Вот эту линию я могу вот кстати крест можно убрать уже внутри. Вертикальную оставляем, а горизонтальную можно убрать. У меня уже мы с его помощью нашли место на листе. Выбираем. Вот эту линию осветлим сильно. Тут в этом месте на этой линии будет рот. Обычно у человека взрослого рот немножко в другом месте. Вот на этом месте у взрослого тут нос находится. Мы так вскоротили, что у нас рот оказался. А теперь я вас просила упростить чтобы вот эти монетки. Смотрите, мы откладываем небольшое расстояние справа и слева, чтобы с краешка у нас было маленькое расстояние справа и слева. И здесь вот это расстояние я не буду монетку рисовать. Делим на три одинаковые части. Смотрите, вот приблизительно так. Как мы проверяем эти три одинаковые части. Поэтому я говорила вам то, что очень хорошее упражнение, которое можно делать просто для разминки. И сравнивайте. Получилось у вас одинаково пополам, разделите на три одинаковые части. И это упражнение выполняют ученики в художественных школах, вузах. Много-много делят. Потому что делим мы всегда. Сравниваем всегда. И для того, чтобы проверить эти расстояния, правильно ли у нас получилось, вы рисуете три одинаковых колечка. Смотрите, первое должно быть посерединке. Линия у нас тоже проходит посерединке через эти колечки. Когда мы рисуем человека, и мы с вами в прошлом марафоне рисовали какого-то супергероя, помнишь, это записи есть по вам, кстати. Если у вас кружочки получились неодинаковые, значит расстояние не то. Если кружочки получились одинаковые, значит расстояние правильное. Можно так себя проверить. Опять карандашик наш помощник. Раз, два, три. одинаково. Давайте посмотрим на аллею. Достаточно. Вот этот кружочек, вот он, где будет у меня. Вот он, второй кружочек. Вот третий кружочек. Смотрите, вот на этот кружочек ляжет бровь, а внутри кружочек будет зрачок. Давайте посерединке делаем еще достаточно большой кружочек. Мы его будем перекрывать веком. Стараюсь не сильно нажимать на карандаш, потому что очень много нам придется стереть. Это все наши помощники. Вот этот кружок, если у вас все верно, уже одинакового размера, можем стереть на серединку. убираем. Серединка убираем. Если вы не успеваете, говорите, пожалуйста. Готовы? Успеваем, да. Хорошо. Тогда кружочек делаем посерединке еще один достаточно большой. мы увеличиваем глаза больше, чем у реального человека. Если бы мы рисовали реального человека, мы бы больше отступили вот здесь расстояние. У нас бы сам глаз и расстояние между глазами было бы меньше. И все сделали бы меньше. Хочу, чтобы вы, опять, наученная опытом ошибок моих учеников, хочу, чтобы вы попробовали сделать. Смотрите, сейчас мы будем перекрывать глаз. Мы отдельно нарисуем глаз, чтобы вы не портили свой рисунок целый. Смотрите, я сейчас перекрою только часть вот такой почти ровной линии немножечко изогнутой. Вот середина глаза будет. Вот здесь зрачок. Видите, эта линия в ширину радужной оболочки вот этого шарика. Сам глаз допустим вот такой если вы сделаете ее намного длиннее будет другой глаз, не такой как мы рисуем. Как правило, если вот здесь нос, вот он середина лица, внутренняя часть вот отсюда уголочек идет ниже, и тогда у нас получится немножечко такой раскосый приподнятый глаз. Не раскосый, но слегка приподнятый уголок глаза. С этой стороны у нас доходит до середины глаза, а здесь опускается ниже середины глаза. И мы не будем полностью прорисовывать глаз. Если человек улыбается, смотрите, вот если у человека испуганный глаз, мы делаем выше, и у нас полностью виден шарик, а то еще и расстояние между ним остается. Если глаз спокойный, то он прикрыт и снизу, и сверху одинаковыми вот такими черточками. А если человек улыбается, веко приподнимается и немножечко вот так снизу еще прикрывает глаз, можно даже больше прикрыть. Когда мы улыбаемся, у нас немножечко прикрываются глаза, поднимается нижнее веко. И сюда, смотрите, не в самый угол ведем, а чуть-чуть не доходя до этого уголочка вот сюда. и реснички как мы рисуем. Мы не будем рисовать каждую ресничку, мы просто сделаем шире вот эту линию и больше всего ресничек у нас сгущается вот здесь и вот эту линию я могу сделать потолще. А это вот здесь уже будет тоненько. А это вообще не буду обводить ярко. Вот наш глаз. Хотите реснички, ну добавьте только в сторону небольшой уголочек. вот здесь вот наш улыбающийся глазик получился. Сейчас мы сделаем таких два. И блики они всегда украшают маленькие кружочки один побольше. Сделайте разными разными. Они у нас останутся белыми. То же самое делаем здесь. Вот она внутренняя часть глаза здесь и здесь. Мы ставим на окружности чуть ниже серединки одинаково справа-слева точки. сюда сюда приведем вот эту линию. Перекроем глазик тоже чуть-чуть наклонной линии. Он у нас улыбается. Сильно не переклоняйте. лучше ровно сделайте. Очень сильно не наклоняйте, а то будет сердитый глаз. Перекрываем. Я чуть-чуть наклонила совсем немножечко внутрь вот сюда и сюда. Очень небольшая горочка. Почти незаметная. От краешка вот и смотрите в ширину шарика нашего радужки сюда слегка скругленным делаем и сюда слегка скругленным мы нереальный глаз делаем больше на анимешку похожий. К краешку окружности на серединку ведем линию отсюда. Краешку окружности на серединку. Вот здесь можете сделать еще одну черточку. Это будет вот это подвижная века с ресничками а туда у нас складывается глазик века щелочкой. Здесь мы перекрываем и смотрите сейчас будет дуга выгнутая вот такая вот сюда улыбается наш глазик можно прямо ну смотрите насколько он у вас будет прикрыт тоже немножечко можете побольше и вот сюда а сюда под уголочек улыбается уже улыбается здесь я не буду до конца доводить но чуть-чуть вот сюда могу довести слегка уголочки не буду прорисовывать это будет слишком сложно дальше ну давайте сразу толщину дадим потом ручка это все повторите смотрите я делаю широкую вот эту линию которую первую нарисовали и еще шире к краешку расширяю и у меня сразу получается ресничка опять широкая линия здесь так рисуют в аниме но если если вы будете рисовать настоящий глаз просматривая его пятнами то вы увидите те же самые линии вот смотрите например здесь да те же самые утолщения вот здесь будет пошире да вот те же самые ломанные раз два три сейчас еще вот здесь наверное лучше будет видно вот смотрите это с реального глаза это уже не стилизованно это просто вот если контрастно сделать фотографию вы увидите вот густые густые черные линии здесь и более светлые внизу более темное наверху и более светлые внизу никогда не будет одинаково закрашено то же самое в брови да вот мы сейчас будем рисовать бровь из нескольких кусочков вы здесь увидите те же самые вот он этот прямоугольничек вот сюда маленькая трапеция вот тут треугольничек вот сюда уходит и у каждого человека вот эти части будут разные так вот мы и делаем их индивидуально у кого-то потолще одна часть брови у кого-то потолще другая часть брови мы упрощаем сильно и в аниме если вы будете перерисовывать вы увидите все те же самые части но они очень сильно упрощены поэтому на них удобно учиться наверху вот на этом кружочке рисуем прямоугольничек тот самый прямоугольничек вот он над радужной оболочкой вот такой вот ровненький прям лежит сверху как конструктор ставим я вот немножко подниму к себе чтобы совсем уж криво нему рисовать потому что я когда сейчас вам покажу два одинаковых прямоугольничка и говорю одинаковых и у меня получается не одинаково смотрите с этой стороны и с этой стороны у нас одинаковое расстояние вот теперь вот так себя проверяем проверяем расстояние здесь у меня меньше расстояния сейчас смотрите справа слева вот это расстояние проверили это расстояние проверили здесь от серединки здесь до серединки вот эти расстояния проверятся вот это расстояние проверьте дальше на 3 филале вот именно в этом рисунке чуть-чуть приподнят и уголочки вот эта часть брови чуть-чуть приподнята не сильно приподнимаете смотрите это фигурка какая-то не ромб параллелограмм сюда чуть-чуть приподнимать вот наверно сильно приподняла получилось грустное вот этот кусочек брови тоже у всех разный кого-то вниз у кого-то же просто расширяется трапеции ровно кого-то его у кого-то он тоненький но чаще всего пошире чем вот эта часть и последняя часть брови уголочек я сделаю его чуть-чуть узорным и тонким а на что будем смотреть а будем смотреть на расстояние между кружочком и вот этой линии смотрите если вы хотите сделать одинаково то смотрите вот видите здесь расстояние какое здесь у меня другое стояние значит брови сделала не одинаково 1 у меня выше 2 ниже получились но никогда не найдете абсолютно симметричных лиц посмотрите вот потом будет смотреть на потом после нашего урока посмотрите на лица окружающих себя людей вы увидите что все несимметрично у кого-то глаз чуть больше прищурен один у кого-то улыбка чуть больше в одну сторону и это настолько нормальная у звезд из кино очень много неодинаковых лиц так рот и нос где у нас они будут вот это расстояние вот отсюда вот досюда хорошо бы разделить на почти три одинаковые части трот я чуть-чуть повыше делаю маленькую маленькую черточку вот здесь я хочу ее улыбнуть чтобы она прям улыбалась широко вот черточку здесь это вот раз два три ну можно вот это расстояние между ртом и носом сделать поменьше и стираю же вот эту линию чтобы она мне не мешала своей грязи чуть-чуть повыше даже поближе к носу когда мы улыбаемся у нас лицо чуть-чуть вот так вот подтягивается рот выше и здесь делаю маленькую капельку здесь маленькую капельку в уголочке рта а вот здесь я делаю под улыбочкой маленькую черточку это будет линия тени под губой губы когда улыбаются растягиваются поэтому они становятся тоньше и вот эта тень может быть ближе к средней линии и вот вот здесь вот маленькую улыбочку рисую наверху это ямка над губой между носом и губы вот здесь вот считайте что мы уже нарисовали дальше нужно будет только обводить готовы смотрим шею на одинаковом расстоянии опять смотрим вот серединка наша здесь и здесь шею делаем у стилизованного человека намного тоньше чем у реального у реального человека шея была бы вот такой шириной хотя у детей может быть и меньше и давайте сейчас еще раз потренируемся кое-что делать провальчик и делаем вот такую волнистую линию смотрите сейчас я волнистую линию делаю одинаковую меня все части этой линии повторяются одинаково такая волна не делайте углы она у вас мягкая волна туда сюда а теперь сделайте короче длиннее пошире поуже загните сюда и вернитесь обратно вот и рисуем такие извилина головного мозга и такие извилины очень хорошо кораллы нарисовать дерево рисуете мы в каком то вот опять если у нас очень много полезного на телеграм канале если вы вверх отмотаете там есть уроки где мы рисуем вот такими вот ручками карандашами вот так вот рисуем деревья пустарники ну смотрите и вот здесь вот заполняю меня получается дерево чем дерево отличается от головы тот же самый шарик издалека будет смотреть будет кудрявая голова да то же самое делаем здесь а давайте мы ухо тут есть давайте не будем сейчас заморачиваться с ушами единственное я вам просто покажу что бро вот линия брови а линия носа и между вот этими линиями у нас будет рука давайте мы его сделаем пусть будет одно видно да здесь у нас пошире будет часть ухо здесь поуже мочка ухо и соединяем получается вот такая вот мою вторую дочь не будет видно ухо но смотрите волосы у нас будут обязательно вот досюда да вот тут у нас будет висок и вот у наш кудрявый человечек часть головы будет закрыта волосами вот здесь у нее будет пробор посерединке пусть будет посерединке и отсюда я начинаю ту самую волну она у нас кудряшка можете пошире делать эти кудряшки меняйте направление вперед-назад вверх-вниз короче выше шире уже и сейчас рисуем прям шапочку вот как мы на разминке делали в игре чуть выше эта шапочка будет доходить или до уха или за ухом если она такая пышная и поехали опять могу вот так вот линию сейчас провести вот до сюда пойдет моя шапочка давайте по линии наверное будет проще вот шапочка в которой мы делаем кудрявый изменяйте можно даже туда-сюда вот такой сделал до если вам сложно можете просто покалякать вот так это тоже будет неплохо то есть вот человечек и если вы рисуете маленького человечка да ничего плохого в том что вы вот так вот покалякаете вот сейчас такие же пучочки сделаю здесь и здесь этого для самых маленьких но здесь мы немножечко сложнее да потому что наверняка нас будут смотреть более опытные художники здесь ухо закрыли здесь я нарисую просто шарики смотрите ну чтобы у меня не перекошено было делаю на одинаковом расстоянии смотрю здесь и здесь вспоминаем если вам сложно это сделать вы можете это расстояние отмерить на бумажке и проверить себя вот так или карандашиком измерить который всегда у вас в руке вы легко это все измерите сюда делаю черточку одинаковой толщины ну не интересно будет если они будут разные по размеру делаю шишечку пирожок пирожок а тайна в чароводе олень это маленькая девочка ей 6 лет она живет в подземных пещерах со своим папой со своей бабушкой которая глава ордена энергетиков не энергетиков там он называется объединенный орден и она наследница чаранита самого одного из высших камней самого сильного и все чары в чароводе обязаны носить плетение я думала что как же мне нарисовать плетение нарисовать миллион косичек это это мука мука да это очень большая работа которую не с которой не каждый справится а плетение там просто каждый чар должна носить плетение иначе ее считаются незнатного происхождения то есть чары у которой есть камень обязательно с плетением и они там такие изощренные расплетаются только только что в голову по-моему на ночь и каждый раз заплетают много косичек а когда я смотрела на иллюстрации я думаю что же такие странные иллюстрации там больше похоже на змеи но когда я стала упрощать косички мне обнаучились те же самые змейки вот такие и похожи ведь на косички да несмотря на то что тут нет плетения так вот и для того чтобы вот этот кусочек у нас был с косичками смотрите что я делаю он же кругленький я делаю вот такую дорожку как бы по которой едет машинка да представьте машина ездит по дороге да которая не сужается не расходится она все время одной шириной вот одну линию проявила вторую линию и тут закруглила соединенной еще получилась косичка я не буду косички плести я вам покажу как можно делать быстро красиво пусть будет две косички здесь пусть будет одна разойдется вот сюда вот уже косичка здесь я просто разделю на полосочки опять для того чтобы упростить ну не надо себя изматывать потому что даже некоторые хотят а я сделаю лучше всех у меня будут косички и вы умрете на первой же косичке больше желания рисовать вообще не будет поэтому не пытайтесь сделать лучше делайте хорошо но не измут не изматывайте себя опять за я не знаю а может быть ящик большой опять то же самое делаю здесь несколько хорошо если вы будете немножечко менять вот этот пирожок делим опять на полосочки и между полосочки соединяем скругленной частью его верхней как раз верхняя часть косички а косички в чароводье чары и чариты это юные чары носят для того ник я не знаю чуть позже я когда закончу с эфиром тогда помогите здесь тоже косичку вы можете свои придумать смотрите я придумала вот такие мне хочется сделать еще красивые висящие косички вот здесь нет я не могу тебе сейчас найти извините опять дорожку просто закругляю и тоньше мне хочется чтобы здесь была косичка не одна и поэтому вот здесь она у меня вот сюда уйдет а вот отсюда выйдет одна и смотрите здесь она должна быть или короче или длиннее для того чтобы было не одинаково и здесь еще одна косичка и закругляю я кончиком на который сделаю бусинку бусинки вы тоже можете сделать сами хотите сделайте какими-то особенными может вы сами девочки носили бусинки такие на косичках вы знаете как они выглядят хотите сделайте несколько бусинок на косички тут уже импровизируйте пожалуйста как вам нравится ну и чтобы то пусть это будет еще бусинку вы если вам там что-то вот сейчас на этом этапе не нравится имейте ввиду что это незаконченная работа и она будет другой когда вы обведете смотрите лишние линии не спешите делать выводы по незаконченной работе все будет красиво и точно ухо вот здесь вот этот кусочек только у меня виден ухо вот так вот а здесь не видно будет ухо и здесь я еще две косички вот сюда пущу ну как косички косички я делаю вот такими дорожками здесь у меня еще будут косички косички девочкам заплетают для того чтобы у них и чарам была лучше связь с чаронитом считается что они энергию камня закрывают а если у девочки распущенные волосы то энергия от камня разлетается в пространство а так максимальный контакт у чары и ее камня с которым они как бы одно целое здесь вы можете сразу пока не знаю хотите так сделать вот здесь мне захотелось еще завитушку такую так как она кудрявенькая этот локон может выйти здесь один еще локон я придумываю на ходу сейчас вот здесь буду ли я делать у меня тут и так много уже на том рисунке было по-другому немножко ну пусть будет еще хотите одну косичку еще тоненькую сделаете вот с хвостиком у меня будет вот такая разная и давайте раз уж речь пошла о косичках покажу как их делать если вы вдруг захотите свои косички сделать настоящими с плетением да вот как они там переплетаются делаем дорожку здесь будет хвостик и резиночка а теперь делаем посерединке зигзаг старайтесь всего делать более-менее одинаковым если вы настолько терпеливы чтобы в каждой косичке показывать переплетение да смотрите теперь от каждого уголка только вверх я делаю веточку от каждого уголка вегзага вверх делаю веточку черточку почти до края хотите до края доводить уже получилась косичка но если вы между этими черточками чуть-чуть скруглите край у вас получается самая настоящая красивая косичка но я знаю насколько утомителен сам процесс рисования портрета что сил у ребят не хватает мы это делаем за одно за два занятия чтобы не отбить желание рисовать трудностями а трудность ну рисовать это вообще такая большая кропотливая работа поэтому мы как можно больше упрощаем я считаю что вот на этом можно остановиться в карандашном рисунке взять ручку уже прорисовывать все детальки а потом мы сотрем но есть один момент если мы хотим сделать тон если а у вас ручка которая размывается водой вот эти ручки у меня разных фирм есть фирма Малевич вот это Штадлер хорошая фирма карандаши хорошие у Штадлера и у Малевича хорошие Герофит Малевич и Фабер Кастелл и Фабер Кастелл их много разных этих ручек вот так они выглядят как маленький сломастик 0,1 это для ребят наверное не очень хорошая толщина потому что нажмете посильнее он сломался а вот 0,6 я считаю самое оптимальное 0,8 может быть уже толстоват а вот 0,6 смотрите вот такой у него кончик и если я сейчас обведу делаю вот такой рисунок этот рисунок можно потом как раскраску закрасить акварелью не боясь что это все размоется но если у вас этого карандаша нет и мы наверное сейчас так и сделаем не у всех это есть сделаем немного в другом порядке мы осветляем рисунок настолько чтобы хотя бы лицо лицо было вот вот эти вот эти линии вот эти линии нужно стереть то есть под цвет у вас не должно оставаться линии мы осветляем грязь которая получилась а простым ластиком стираем лишние линии плячкой мы только осветляем плячка это вот такой резиновый ластик я о нем уже много раз говорила faber castle я люблю больше всего потому что именно этой фирмы они у меня живут дольше где-то у меня тут трехлетней давности есть и он прекрасно работает конечно внешний вид у него не очень чтобы красивые видео записывать а по функциональности он абсолютно хороший пластик так стираем эти линии нам это все в лице не надо и вот эти круги которые мы с вами рисовали оставляем только только линии которые вам будут видны внутри брови вот эти части стираем а знаете я наверно часть сделаю карандашом потому что цветные карандаши если это не акварельные карандаши конечно тоже не размываются воды и глаза давайте сделаем сразу яркие красивые не знаю какие у олень глаза ее давайте сделаю ее камень лучезар он золотистый и от того что кто носит этот камень у него зайчики солнечные по этим косичкам бегут по нитям я беру зеленый светлый и зеленый темный темный у нас будет внизу под верхом но я тоже яркий цвет возьму даже вот так вот чтобы разница была и такой и такой два цвета и черный беру для зрачка вы просто сейчас глаз сделаете у вас сразу изменится рисунок но ощущение ваше от рисунка изменится потому что уже будет хорошо а не забудьте пожалуйста сделать вот эти два блика два маленьких кружочка которые мы не будем закрашивать один побольше второй поменьше только второй побольше но хочу случайно сделать и еще одна особенность карандаша мы одним цветным карандашом можем сделать до шести тонов сразу что загар Texas нажищу я не буду показывать все шесть вот это максимальная нажав Progress сделать через на Top ais И опять с первого раза не получится. Не ждите, что у вас получится сразу, если вы еще этого не делали раньше. А теперь я даже внутри вот этого зрачка не буду делать одинаково черный. Наверху и может быть где-то посерединке, может быть краешек сделаю ярко, а вот это сделаю чуть-чуть светлее. И знаете, что будет? А будет просто живее. Так как она девочка светлая, светловолосая, я не буду делать очень яркие ресницы, я оставлю это для коричневого карандаша. А вот зрачок я могу вполне, верхнюю часть зрачка я могу сделать ярко, сильно нажимая на карандаш. Нижний контур там тоже маленькую черточку яркую. Так, резкость. А вот здесь, ну это можно еще ручкой подправить, когда будем обводить ручкой свет. Почему? Да, я объяснила, почему я не показываю сейчас ручкой, потому что у многих может быть она размываемой окраской. А лучше всего заполнять общий цвет лица акварелью, это самый ровный цвет лица получится. Верхний, вот у меня граница глаза, да, радужной оболочки. Контуры радужки я могу сделать ярко. Она у всех разная. Бывают глаза с четким контуром, да, радужка. И верхнюю часть, под веком, я делаю сильно, нажимая на карандаш, как первый квадратик, который я вам показывала. Вот где-то до середины. Я буду даже на черный зайти. Вы опять увидите, насколько он у вас живой получится. Не просто одинаково затрасти, да, а если вы сделаете его, у меня столько оттенков, обратите внимание на, просто наберите картинки аниме в интернете, и вы увидите многообразие разных всевозможных глаз, которые будут именно таким образом закрашены. И там не два тона, как я сделала, там может быть три-четыре тона. Там могут быть разные вот эти кружочки разного тона. Это тоже интересно понаблюдать, посравнивать, как оно бывает, да. А вот он, наш глазик и светится. Стирать всю эту грязь мы будем уже после того, как обведем. Обведем ручкой. Ну, или если мы работаем акварелью, то перед тем, как акварелью будем работать. Я бы делала, ну так как она блондинка, я бы брови ей тоже делала слепыми. Можно рыбенькую сделать. У нее камень золотистый, и можно взять теплый-желтый, или у меня охра. У меня просто светлее нет, но я бы делала чуть-чуть посветлее. У меня вот такой светло-коричневый. Все мелкие детали я люблю делать карандашом. Потому что, ну и ребятам советую делать карандашом, потому что так проще. Кисточкой вы не с такой легкостью закрасите мелкие детали. Кисточкой нужно уметь владеть нажимом. А тут вы просто не сильно нажимая на карандаш, потихонечку продвигаясь. Вот смотрите, можно делать четкие линии, вот так вот закрашивая. А можно, не сильно нажимая на карандаш, лучше тупой. Лучше сточите его, чтобы он был тупым. Вот такими движениями. Хотите вправо-влево, вверх-вниз, или круговыми движениями, если вы шарик закрашиваете. Набираете тон постепенно, все дальше и дальше, уходя в первой точке. Начинать можно с любой точки. Смотрите, у вас получается очень ровный тон. То же самое сделаем здесь. Если вы не сделаете четких границ, она станет нежнее. То есть вот у детей, вы заметили, у них нет четких бровей, да, как тети у нас рисуют такие. И это будет, ну, более нежное рисунок. А ввести ручкой вы всегда успеете. Вот эта часть брови, она у вас будет еще слабее. Как правило, вот в этой части можно нажать побольше. И здесь у нас самые плотные брови. Вот здесь у нас они будут более светленькие. Я бы коричневым делала бы и ресницы. Если вы хотите сделать вот эти косички, то самое время сейчас делать их вот так, да. Но я это делать сейчас не буду. Это очень много времени занято. Я просто показала, как можно, да. Вот так, и здесь я более редкие делала волнушки. Мне они тут больше нравятся. Я, наверное, здесь тоже делаю порежки. Я могу контур сейчас сделать вот этим, да. Какие-то мелкие линии, мелкие детальки сделать карандашом. А потом уже залить отварили. Что касается губ. Я беру розовый, который похож не вот такой вот гедреный, да. Это поросеночек. А это какой-то розово-коричневый, телесно-коричневый. Он, наверное, на экране выглядит немного темнее, чем в реальности у меня. И вот этим розовым я и обведу рот. И могу чуть-чуть, рядышком, пока слабо нажимая, затонировать. Бугород здесь, бугород тут. Больше не будет. А можно вообще осадить линии и не трогать. В аниме часто делают одну линию. И всего лишь большую тень по любой. Можно, в принципе, немного тонировать. Вот опять же, не сильно нажимая. А можно то же самое сделать акварелью. Я, пожалуй, сейчас сильно осветлю. И беру акварель, показываю вам одну заливку. У нас очень много уже времени, наверное, ушло. Редкий ребенок доживет до... Досидит столько времени. Ну, хотя ничего, вроде мы укладываемся. Немного времени. Всего лишь... Смотром мамы нормально. Ну да. Так, я беру вот такую палитру с лунками. Смотрите, они достаточно глубокие. И мне нужно лучше с запасом сделать и заполнить всю эту лунку водой. Кисточки. Это кисточка. Давайте я вам еще про кисточки расскажу между делом. Кисточка синтетика. Половина синтетика или нейлон, или синтетика. Для акварели она разная бывает. Бывает синтетика упругая очень. Ей сложно будет... Она меньше воды всегда собирается. Чем белка опасна для новичков? Тем, что она набирает очень много воды. И вот только дотронулись, у вас уже здесь капля появилась. Она отдает эту воду. Это хорошо для акварельных заливок больших. Удобно. Но если вы не очень легко обращаетесь с кисточкой, то лучше какую-то среднюю нейлоновую кисточку, но мягкую. Она немного отдает воды, но и не жесткая. Я набираю. Смотрите, что делаю. Окунаю кисточку. Обычно мы что делаем? Помыли кисточку, а краешек сняли лишнюю воду. Вот эту лишнюю воду мы снимаем вот так об этот краешек. От железочки до кончиков кисточки. И набираем кисточкой. Вы так аккуратно наберете полную лунку. Если кисточка у вас мягкая и не очень маленькая, такая среднего размера. Я говорила, что вот размером толщиной с карандаш. Набираю полную лунку. Мне этого хватит. Наша любимая акварель Санет, которую мы рисуем во всех наших видео и на уроках. Даже в Европе мы акварель Санет покупаем на Амазоне. Скорее всего, она и сейчас продается. Или Невская палитра не похожа. Чем отличается Невская палитра, более дорогая краска, от Санет, которая здесь рублей 700 стоит, 700-800, но не больше. Невская палитра будет стоить в два раза дороже. Отличается тем, что эта краска полностью синтетическая. И может быть она не слишком светостойкая. Если вы ее постоянно рисунок будете держать на свету, он выгорит. А в Невской палитре более стойкие краски. Но вам же не нужно ваши рисунки хранить сто лет. Поэтому мы рисуем этими. И страшно рады, потому что она яркая. Яркая, а еще нам удобно через экран с вами общаться. Я могу называть цвета, которые ребята не сраны, но за несколько занятий выучивают, как они называются. Могу. Вот лимонная, желтая, желтое, темное, оранжевое, охразолотистая, которая нам сейчас нужна будет. Окра золотистая, она похожа на песочек. Нам сейчас нужна будет бумажка, на которой... Ника, Ника, сейчас у нас немножко будет казаться. Нам нужна бумажка, на которой мы будем пробовать цвет. Вы найдете у себя похожий цвет. Это называется окром. На песочек он такой желтовато-коричневый. Погладим эту краску. Если у вас обычная школьная акварель, ее просто нужно подольше гладить. У меня быстро набирается краска. Она яркая, насыщенная. Мою кисточку в растворе, в водичке. Погладила краску, помыла кисточку в водичке. Больше я не буду брать... Вот сейчас наведу раствор вот в этой палитре и больше не буду забираться в краску. Мне этого не нужно. Я поставила свою палитру на рисунок просто потому, чтобы у вас все было в кадре. Вы, конечно, уберите рисунок и сделайте себе раствор. Но это слишком желтый цвет для цвета лица. Я беру какой-то красный. Вот у меня есть малиновый. Это карминовая. Он подойдет. Он будет такой более глухой цвет. Вот смешивая, да, смотрите. Очень розовый получился. Но маленькая капля карминовой здесь будет совершенно незаметно. Просто немножечко изменится цвет. Вот мне кажется, он даже слишком светлый. Если кажется слишком светлым, можно еще добавить охры. А можно алую добавить. Вот она такая более теплая. И, кажется, тоже плохо будет смотреться. Но не переборщите. Это всего лишь маленькая капелька, чтобы у нас сильно розовым не получился цвет. Но если вдруг у вас цвет получился очень розовый, что нужно сделать? Вот розовый получился цвет. Нужно взять каплю зеленой краски. Вот у меня есть вот такая зеленая темная. Вот столько много не надо. Я отмыла кисточку. И вот отсюда возьму теперь краску. Вот из этой лужицы. Если красный смешать с зеленым, получится коричневый. Мы вот так погасим красноту. Если у вас слишком красный цвет получился, получается коричневый загорелый цвет. Но слишком коричневый. Тогда добавляем охру. И вот так вот потихонечку красный, охру, зеленый. Мы потихонечку добиваемся нужного цвета лица. Хотите порозовее, оставьте более розовый. Это уже на ваше усмотрение. Для того, чтобы сделать светлее, мы добавляем воды. Нам не нужно брать белую краску, которая часто есть в наборах аквареля. Что она дает? Она вам не даст светлоты, но ваш цвет станет матовым, как сухая пастель. Он не будет прозрачным. Он станет матовым, как сухая пастель или как гуашь. А акварель, она прозрачная. И мне больше нравится именно эта прозрачность, текучность. А теперь что мы делаем? Так как она у нас свекловолосая, я могу даже всю ее заполнить вот этим цветом. Но условие какое? Видите, капелька висит. Вот там, где висит капелька, не будет линии высохшей. А вот здесь, если я подожду еще чуть-чуть, высохнет линия. И вот от этой полоски я не избавлюсь никак. Поэтому я очень быстро сверху вниз опускаю. Вообще-то это цвет лица. Если бы это был другой цвет волос, я бы заливала только лицо. Но поскольку волосы светлые, я потом еще желтым пройду. И у меня будет светловолосая елочка. Я закрываю все, кроме глаз. Смотрите, мне нужно очень быстро. Вот тут, так как у меня цвет подсыхает, я здесь оставлю капельки, чтобы они не высохли по глазу. И вот здесь быстро-быстро заполняем. Почему быстро? И смотрите, я не намазала здесь, а потом вернулась наверх. Я все время спускаюсь вниз. Лучше по всей ширине спускаться вниз. И оставлять капельку висящую там, где у вас может высохнуть край. Для чего? Для того, чтобы у нас была очень ровная заливка. Гуашли сложно так сделать. Фломастерами еще сложнее. Потому что, если вы быстро по бумаге для маркеров заполняете, то вполне ровно получится. Но если у вас чуть подсохшие маркеры, или вы недостаточно быстро выполняете цвет, то у вас будут линии, полоски. А вот если вы сделаете акварелью, то будет все ровно. Будет мне не страшно палубку оставить. Что у нас еще будет? Шея будет такого же цвета. И спокойненько могу вот эти части уже потом довести. Цвет беру все время только из лунки, поэтому у меня все одного цвета получается. Бусинки не буду закрашивать, потому что их можно сделать другого цвета. Хотя у меня такой светлый тон, что сверху можно любой цвет более яркий добавить. И он останется, он не изменится практически. Акварель у нас как тонкие пленочки, которые мы накладываем одну на другую. И получается разные оттенки, когда один цвет на другой накладываются. Начинаем мы со светлого, желательно. Есть и вариант, конечно, прибегать. Смотрите, получился ровный тон. Ни одного развода. Это при условии, что вы гоните капельку вниз. Этим же цветом, когда подсохнет вот этот слой, а он быстро сохнет на бумаге для черчения. Давайте, пока мы ждем, что он подсохнет, я вам расскажу о бумаге. Самая волшебная бумага для тех, кто живет в России. Именно вот такая, с буквы чья, бумага для черчения. У нее плотность бумаги 200 грамм. Здесь вот написано, нужно прочитать. 200 грамм на метр квадратный. Она подходит и для акварели, и для графики, и для маркеров. По ней не очень хорошо растекаются маркеры. То есть они не ползут. Есть другая бумага для черчения. Я пробовала много разной. Она может быть более рыхлой. И, например, рисунок, который не всем понравился, или для студии покупаю большую пачку. Смотрите, что получилось. Вот эти пятна. Эти пятна образовались от того, что краска в бумагу просто провалилась. И это вот из-за качества бумаги. Это не это. Вот на этой бумаге все ровно. То есть вот то же самое делала здесь. И вот такая ряда получилась, потому что она, видимо, там плохо проклеена. Или еще что-то. Так, ну что у нас тут? Подсохло? Можно подсушивать феном. У меня сухо. И что мы делаем? Например, там, где у нас под волосами, этим же цветом, я прохожу полосочку и делаю тень. Конечку. По принципу аниме. В аниме не делают сложные переходы тона. Чаще это будет один тон какой-то или два тона. Причем с четкой границей. Вот по теме. Шею обязательно делаем вторым тоном. Можете в этот же цвет добавить чуть темнее. Краску. Сделать ее темнее. И вот мы пройдем по теме. Можем, в общем, сделать объем на косичке. Да, вот это же шарик. Потом следующим тоном мы можем каждую косичку. А вот потом, когда у нас вот это все есть, мы можем прорисовать косички уже не по белой бумаге, чтобы у нас там дырки белые светились, а по проложенному цвету мы можем прорисовать косички аквалили. Здесь наверху у нас будет более сверху. Вот здесь вот можно потемнее сделать. Смотрите, шарики, пумпончики уже стали объемными. Ну, могу вот здесь вот линии легко наметить. Ну, не обязательно. Сейчас мы просто общий объем. Это как раз вот тот случай, когда мы делаем в несколько слоев. Все темнее и темнее накладываем. То есть следующий слой, когда вот этот просохнет, может быть более темным. И если я хочу кисточкой прорабатывать, я могу вот эти косички под косичками там сделать темнее. Или то же самое проработать карандашами цветными. Я могу в этот же тон, вот, маленькие капельки отложила в сторону. Не хочу сейчас заигрываться, я вот на этом и оставлю. Сейчас румянец небольшой сделаю. Чтобы не были, как у Матрон, красные щеки, мы сделаем немножечко розовее. Вот просто добавила в этот же цвет чуть-чуть больше красного. И смотрите, как можно делать пятнышко, размыть. Я делаю пятнышко, отмываю кисточку. Я не хочу оставлять вот эти края, она у меня отмыта, чистая. Я вот так ее отжала на кисточке. И краешки этого пятна разотру. Только это нужно делать быстро, сразу же. Отжала и краешки пятна размыла просто. Отмываю кисточку, а потом растираю краешки пятна. Могу вот здесь вот нос и немножко делать розовее. Вот так вот могу полосочкой делать. Смотрите, сейчас я буду делать быстро. Мне нужно не оставить вот эти края четкой линией, поэтому размываю. Опять пятнышко. Отмываю кисточку. Отмываю кисточку, отжимаю. И тут же это пятнышко по краю растираю отжатой сухой кисточки. Ну, чтобы она повеселее, этот бородок тоже можно маленькое цернышко поставить вот здесь. Можно вот здесь немножко. А вот ручкой прорисовывать имеет смысл после того, как вот это все высохло, и ваш рисунок будет просто более ярким. Сейчас по мокрому я вам, по сожалению, не смогу показать, но хотя он может быть нигде уже высохло. По мокрому не будет рисовать, нужно флюшить. Ну, давайте я глаз, будет они высохшие, в принципе, обвожу. Я не хочу прорисовывать полностью черным, да, вот, ну, просто вот так. Смотрите, насколько она сразу стала яркой. Глазка не такая смысл. Опять, не полностью отрисовывается. Можно... Можно вот это... Это... Продолжение следует... Продолжение следует... Если вам попадаются эти ручки с цифрами, берите побольше цифр, потому что она более яркая. Более толстая, более яркая. Мне тут нечего делать в ритме, потому что так уже не пустят. Под запись не очень удобно все рисовать. Вот посмотрите, так как брови светлые, я не хочу полностью закрашивать. То есть только конкурс цветка можно было вообще не прожить, только и больше. Дальше у вас тут уже есть. Я не буду сейчас уже прорисовывать детали. То есть вот эту прорисовку нужно было делать сразу, а потом уже заполнять отварелью, если у вас какие-то местные байли. Мне не хочется это делать под запись, потому что мне неудобно не ссажаться в партии. Давайте я опять же кусочек показываю. Остальное все тоже самое, да, тут и ничего особенного. Как добавить, поскольку я хочу, цвет. Я могу оттенков добавлять или аквамилию продолжать, да, или прорисовать вот более золотистым цветом, зеленьким, да, цвет волос. И вот она немного блогинка стала, такая золотистая, она была самая. Так как у нас есть уже подложка, то... Вот это может быть подряжки, добавлять. Ну, тут уже, знаете, так... Вот это да, и дальше уже прорисовывается. Я на этом остановлюсь, друзья, я жду ваших рисунков, надеюсь, что у вас все получится. А следом за этой работой мы выложим коллажек. Посмотрим, у кого сколько получилось. Я вам даю неделю на то, чтобы собрать все. И через неделю будем придумывать, чем вас награждать. Это, конечно же, будут наши индивидуальные уроки. Вы можете с нами позаниматься. Разыграем их. Для тех, кто сделал больше всех работ, даже без розыгрыша, они получат этот урок. Наталья, посмотрите, пока наши рисунки... Вот я настроила камеру. Я даже показывала... Ух ты! Раз, минуту. Раз, закрепите. Хорошо. Сейчас, я решила сделать ее рыженькой. У мамы. Она очень симпатичная. Красивая. Здорово. Все получилось. А у Маргариты вот, у нас получилось немножко загорелое. Ух ты! Марго, здорово! Отлично! Получилось. Я прям в восторге, потому что действительно работа непростая, потому что очень требует много сил и именно концентрации внимания. Здорово! Молодцы! Я выключаю эфир, прощаюсь со всеми. Очень было приятно, что вы с нами. Всего доброго! Пока-пока! Спасибо огромное! До свидания!